Привет, друзья! С вами Владимир Шемет на канале PSN Travel. И сегодня темой этого видео будет горящие туры, туроператор JoinUp, авиакомпания SkyUp. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной, оперативной, интересной информации, которая поможет вам правильно делать выбор в вашем отдыхе. Итак, исходные данные. Горящий тур, туроператор JoinUp. Забронировали тур. При бронировании выбирали более-менее подходящий вариант по гостинице, по стоимости и по времени вылета. Соответственно, документы выданы, туристы поехали. Естественно, горящих туров больше с вылетом из Киева. Вчера вечером, естественно, эту информацию всю по вылету я перепроверил. То есть, изменений никаких не было. И в 6 часов, и в 9 часов, и даже в 11 вечера, когда туристы спрашивали, еще никакой информации не было о никаких изменениях. Значит, утром, примерно в 6.50, по-моему, приходит оповещение от нашего робота, что изменилось время вылета. Естественно, сообщил эту информацию на вайбер туристам. Далее они перезвонили, то есть, уточнили все эти моменты. Я им сообщил, что как будет рабочее время, естественно, я свяжусь с оператором для уточнения деталей. Собственно говоря, потом уже пришло уведомление от оператора о переносе времени вылета. И спустя там несколько, ну, точно не могу сказать, вот, значит, во сколько там был звонок от туроператора о том, что туристам и нагородним, так как вылет из Киева, туристы из Харькова, туроператор JoinUp вместе с авиакомпанией SkyUp собираются предоставить гостиницу, естественно, бесплатно. Вот, связался с туристами, предложил, туристы согласились. Единственное, что момент, как бы, трансфер от аэропорта до гостиницы туроператор не представлял. Соответственно, туристам просто нужно добраться до гостиницы самостоятельно. В целом, эта гостиница называется Royal Congress. Значит, находится примерно в километре от Жулян, естественно, пешком с багажом не очень удобно идти, ну, проехаться там немножко. В любом случае, что порадовало в этой ситуации? Что SkyUp начал превращаться в полноценную авиакомпанию, которая отвечает за свои действия. В отличие от других украинских авиакомпаний, которые просто, ну, других слов не подберешь, как ложили на туристов и на то, что они обязаны перед туристами. Вот, поэтому гостиницу предоставили. Как выглядит номер, мы попросили туристов, чтобы они сфотографировали нам номер. Я, естественно, если это туристы сделают, вставочку в видео сделаю. Именно оригинальной фотографии от туристов, как выглядит номер. Потому что там несколько категорий номеров в этой гостинице. Я не думаю, что это будет какая-то там высшая категория. Возможно, это будет эконом, возможно, это будет стандарт. Ну, мы это все увидим, если туристы пришлют нам фотографию. Если нет, то можете зайти на сайт гостиницы Royal Congress и посмотреть, как выглядит гостиница и какие номера в нее есть. Дальше. Что еще важно в этом моменте? У JoinUp есть страховка, которая покрывает время задержки рейса или отклонения от времени вылета. Как она работает? Значит, условия есть на сайте JoinUp. Стоимость ее 150 гривен человека. То есть, всего лишь 150 гривен человека позволяют перекрыть вот эти все задержки рейсов. Либо изменение времени вылета рейсов. Но работает она на определенных условиях. В целом, все условия изложены на сайте туроператора JoinUp. И вы там спокойно сами можете со всем ознакомиться. Вкратце. Как это работает? Значит, начинает она работать после двух часов. Если отклонение больше двух часов. То есть, в рамках двух часов страховка не работает. А вот после двух часов она работает. Но не более чем по сумме ограничение стоит 100 долларов. То есть, за каждый час размер компенсации составляет до 10 долларов. Ограничение по сумме 100 долларов. То есть, что это означает? Если у вас там задержка глобальная, там больше 12 часов, то естественно, есть ограничение по сумме. Это 100 долларов. Но это все равно плюс. Дальше. Как часто это происходит? Такие изменения, отклонения и тому подобное. Сложно сказать, потому что они существуют. Частота. Ну. Она существует. Тяжело сказать, потому что сегодня все вылетели, все в порядке. Нету никаких отклонений. Завтра непредвиденное обстоятельство. И есть отклонения. Поэтому, в первую очередь, нужно смотреть на частоту полетной программы. Как видите, у Джинапа заявлено, например, на один день аж 4 рейса. Естественно, с такой плотностью полетной программы, вероятность такой ситуации, что будет отклонение от времени вылета, естественно, высокая. Но не 100%. Поэтому тут больше, наверное, зависит от того, как вам повезет, либо не повезет. А насчет страховки, это исключительно ваше дело. Оформлять ее или не оформлять. Да, конечно, когда это горячий тур, там за 12-15 тысяч гривен за двоих взрослых, нам все включено на неделю. 300 гривен за двух человек за эту страховку, с одной стороны, кажется, может быть и многовато. Но, с другой стороны, ребят, если у вас будут отклонения более 10 часов, то 200 долларов, грубо говоря, 6 тысяч, там, 5 тысяч гривен, как бы, из 15 тысяч гривен за стоимость тура вы можете получить. Практические, как бы, ситуации о получении выплат по страховке лично у нас, у наших туристов еще не было, потому что тех, кто оформляли ее, значит, у них было все благополучно. Тех, кто не оформляли ее, естественно, как бы, когда происходила такая ситуация, ну, получить реальное, как бы, представление о сроках выплаты от страховой компании за это страховое событие еще у нас не получалось. У коллег, значит, были ситуации, по-моему, это около, ну, некоторых коллег они говорили, как бы, до двух месяцев. Насколько это правда, неправда, утверждать не могу. Поэтому исключительно ваше решение оформлять эту страховку, либо не оформлять, брать горячий тур, либо не брать горячий тур, тут думайте, друзья, сами. Потому что у Джейнапа, естественно, цена всегда, как правило, самая сладкая, самая интересная, но с некоторыми нюансами. В любом случае, значит, из этой ситуации, что мне понравилось? Самое главное о том, что Джейнап на связи, Джейнап всегда старается пойти навстречу. Ихняя авиакомпания SkyUp превращается в реально нормальную авиакомпанию, которая заботится о своих клиентах и предоставляет то, что положено. То есть, предоставила гостиницу для того, чтобы туристы могли более-менее комфортно провести свое время до времени вылета. Друзья, спасибо всем за внимание. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной для вас информации о том, как путешествуют наши туристы, о том, что выбирают наши туристы, о том, когда самые выгодные цены на туры и варианты отдыха. С вами был Владимир Шевин. До новых встреч. Пока-пока, друзья.